Друзья, это Нюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 28 октября. Итак, крайне важные новости с поля боя на территории сектора газа. Первое. Израильская армия начала наземную операцию в секторе газа. И второе. Это то, что израильская авиация перешла к систематическому, теперь уже уничтожению подземной инфраструктуры боевиков Хамас. На ваших экранах сейчас это серия взрывов под землей. Это бомбардировка именно туннельной инфраструктуры боевиков в секторе газа. Обратите внимание на характерные взрывы, которые выходят столбами огня и дыма как бы из-под земли. Ну что ж там как бы, так оно и есть. Это взрыв под землей, который через относительно небольшое отверстие на поверхности земли выходит. И это показывает масштабы того, что происходит. Потому что серия вот таких вот огненных столбов, это демонстрация, с одной стороны, эффективности специальных противобункерных бомб, которые использует израильская авиация. А с другой стороны, это демонстрация в очередной раз того, насколько серьезна та инфраструктура, которую боевики Хамас разместили под землей. Мы знаем, что эта инфраструктура строилась даже не годами, а десятилетиями еще с 80-х годов. Вначале она выглядела как относительно скромные туннели, призванные обеспечить переброску не столько вооружений, сколько наркотрафика. Ну а впоследствии все это переросло в развитую сеть протяженностью полтысячи километров. Ну и естественно, что боевики скрываются именно под землей. Теперь, когда израильская авиация буквально каждый час наносит удары по наземным объектам, да, именно туда уходят террористы Хамаса, именно там они находят свое спасение. Именно эти туннели, их последняя надежда на выживание, потому что мы все прекрасно понимаем, что, конечно же, если бы не было этих туннелей, Хамаса уже не существовало бы. Хамас воспользовался в течение этих 15 лет тем, что Израиль постоянно шел на так или иначе перемирие с Хамасом и надеялся на то, что это террористическое ядро само собой рассосется. Но, как мы понимаем, оно само собой не только не рассасывалось, а даже обратно оно укреплялось и укреплялось в значительной степени при поддержке мирового сообщества, которое поддерживало Палестину, ну то есть палестинскую, что называется, автономию или палестинский народ. Вот Хамас, который захватил в секторе Газа власть, под прикрытием палестинского народа, в буквальном, в переносном смысле, развивал свою подземную сеть, наращивал вооружение. И вот теперь туннель, главная гарантия безопасности террористической организации, уничтожается на наших глазах. И теперь давайте посмотрим на то, что происходит одновременно на земле. Еще раз, как мы уже сказали, это вторая важнейшая новость, то, что израильская армия вошла в сектор Газа. Официально израильские военные назвали происходящие якобы ограниченные наземные операции. Но мы все прекрасно понимаем, что слово ограниченное используется в данном случае исключительно в политическом смысле, для того, чтобы не возбуждать лишних эмоций ни у одной из сторон, в том числе и у международного сообщества, чтобы не давать террористической организации Хамаса повода заговорить о том, что вот сейчас есть угроза мирному населению. И для того, одновременно, чтобы террористическая организация Хамас была усыплена. Да, идет усыпление бдительности террористов, потому что слово ограниченное может создать впечатление у террористов, у поддерживающих террористов, террористических государств, таких как Иран. Впечатление, что это просто небольшая точечная вылазка израильских военных, нацелена на то, чтобы убить нескольких боевиков. Но на самом деле, те кадры, которые распространяются прямо сейчас с Ахалом, показывают, что речь идет отнюдь не об ограниченной операции. И не я, конечно, руковожу вот этой наземной операцией, я не израильский военный, и я, конечно же, не владею теми данными, которыми владеет Генштаб Израиля. Но та картина, которую мы видим, создает у нас впечатление, что речь идет скорее о масштабной операции, которая просто названа, еще раз говорю, политически целесообразно ограниченной. Потому что то количество танков, которые входят, по крайней мере, судя по этим видеокадрам, в сектор газа, это такое количество, которое давно уже не заходило в сектор газа. Да, были прошлые операции, но мы помним, что ни о чем подобном тогда речи не шло. То есть, мы сейчас можем говорить о начале какой-то новой, очень серьезной фазы. Фазы, возможно, связаны действительно с тем, что под прикрытием успокаивающего заголовку в газу будет заводиться все больше и больше наземной военной техники. Операция не будет происходить, возможно, так, как мы ее представляли. То есть, заход сразу всей израильской сухопутной армии с тотальной зачисткой и так далее. Возможно, это будет серия вот таких вот эпизодов, когда заходят на какой-то небольшой участок достаточно крупные силы, расчищают этот участок. В том числе идет поиск входов в подземные туннели, идет одновременно, как мы понимаем, зачистка туннелей. То есть, синхронно происходят сразу две операции. Зачистка туннелей с воздуха и наземная зачистка. Это означает, что израильская армия перешла именно к комплексному решению этой проблемы. Без зачистки туннелей невозможна полноценная наземная операция в секторе газа. И наоборот, без наземной операции бомбардировка туннелей не приведет к полноценному результату. Потому что для того, чтобы зачистить территорию от боевиков на земле, необходимо гарантировать, что соответствующий участок туннелей будет нейтрализован. Если не позаботиться о подземной инфраструктуре боевиков, если ее не уничтожить, если не завалить входы. Понятное дело, что даже в случае зачистки определенного квадрата от боевиков на земле, будет возможность для боевиков проводить вылазки из-под земли. Это самая главная сейчас проблема будет для израильского спецназа, для израильских военных. Это самое главное преимущество боевиков. Это постоянная угроза снайперских атак, атак диверсантов. Поэтому, естественно, что вот эти две операции на земле и под землей будут идти вместе одновременно. Дальше. Мы должны понимать, что, конечно, эта операция будет длительной. И она будет идти в условиях очень серьезного сопротивления со стороны международного сообщества, которое сейчас очень серьезно озабочено правами человека в политической автономии в секторе газа. И мы видим, что резолюция, которую приняла накануне Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов, это резолюция о перемирии. Это, на самом деле, как мы понимаем, резолюция против Израиля, но и против всего цивилизованного мира по одной простой причине. Потому что если бы этой резолюции сейчас Израиль в буквальном смысле последовал, то израильская армия потерпела бы поражение, израильское государство потерпело бы поражение, израильский народ потерпел бы поражение. Потому что в этом случае террористическая группировка Хамас получила бы передышку. Вот точно так же, как в этой передышке сейчас нуждается российская армия для того, чтобы перегруппироваться, восстановить утраченные силы, залезать раны, построить новые военные машины убийства. Вот точно так же Хамас сейчас нуждается в срочной перегруппировке, в залезывании ран, в восстановлении своего потенциала. Таким образом, эта резолюция не в пользу палестинского народа, это резолюция в пользу террористической группировки Хамас. Обратите внимание на того, кто голосовал. Порядка 14 стран выступили против этой резолюции, в том числе Соединенные Штаты. Но почти, можно так сказать, все цивилизованные страны, порядка 45, они как бы воздержались. Но воздержание в данном случае означает скорее, конечно, произраильскую позицию. Ну а вот те 120, которые проголосовали за остановку военной операции Израиля, это либо инфантилы, либо это, конечно, враги Израиля, враги цивилизованного мира. Здесь нужно обратить внимание на очень сложную историю, еще раз говорю, Палестино-Израильского конфликта. Это не просто черное и белое, это история очень тяжелого сосуществования народов Израиля и народов Палестины. Но нужно понимать следующее. Никакая история, никакие прошлые проблемы, никакие прошлые беды, страдания, в том числе и палестинского народа, но не меньше страдали и евреи, не является оправданием для того террористического акта, который устроил Хамас. Причем в очередной раз, кстати говоря, давайте не будем забывать о прошлых его вылазках, 7 октября этого года. То есть, никакая история здесь не является оправданием. Да, возможно, она частично что-то может объяснить, но оправдать нет. Хамас должен быть уничтожен. Если он не будет уничтожен, Хамас и дальше продолжит прикрываться палестинским народом. Хамас и дальше продолжит создавать дестабилизацию для еврейского государства, для израильского государства, так скажем. Это правильно, потому что в Израиле 25% населения это араб. И террористические режимы, такие как Россия и Иран, получат и дальше возможность через своих прокси, то есть Хамас, дестабилизировать Ближний Восток в целом. Так что палестинский вопрос, то есть вопрос предоставления жителям палестинской автономии государства, можно будет решать после уничтожения группировки Хамаса. Он, безусловно, будет решен, будет решен положительно, в этом нет никаких сомнений. Он будет решен положительно при поддержке ведущих стран мира. И здесь нужно обратить внимание на то, что конфликт очень важно сохранить локально. Ни в коем случае не позволить ему распространиться за пределы, собственно, Израиля и сектора газа. Почему это важно? Потому что если это произойдет, вспыхнет Ближний Восток, помимо всего прочего, есть чисто технический момент. Цены на нефть резко взлетят. Они и так сейчас достаточно серьезно держатся на уровне 88-90 долларов за баррель. И кому это выгодно, мы прекрасно знаем. Это выгодно главному террористу в мире, Владимиру Путину. Потому что выше цены на нефть, больше возможностей для финансирования и продолжения войны, агрессивной войны России против Украины. Главный террорист и главный спонсор терроризма это Путин, который только что принял в Кремле Хамас. Вот эти вот лидеры убийц, которые только что убили сотни израильских граждан, были приняты в Кремле. По крайней мере, мы теперь уже точно поняли, что Россия совершенно открыто поддерживает терроризм. Соответственно, израильских лидеров уже не будет даже возможности хоть как-то оправдать Россию, потому что все израильское общество сейчас внимательно наблюдает за реакцией, собственно говоря, израильского правительства, в том числе на то, как Россия взаимодействует с Хамасом. И мы видим, что Владимир Путин был фактически единственным лидером из стран, скажем так, которые не относятся непосредственно к мусульманским, который не выразил соболезнования израильскому народу в связи с терактом 7 октября. И, собственно, что-то такое, может быть, Владимир Путин и проблеял из соображений чистого дипломатического этикета только после того, как ему лично сам премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху позвонил и объяснил, что Израиль нацелен на уничтожение террористической группировки Хамаса. Зачем Путин встречался с Хамасом отдельно? Большой вопрос. Мы об этом можем поговорить, но, если коротко, он его будет сейчас использовать для того, чтобы дестабилизировать как можно дольше и серьезнее и Израиль, и Ближний Восток. Но! И вот мы подходим к очень важному моменту. Владимиру Путину, Хамасовцам, Ирану, который использует Хамас в качестве своих прокси, сейчас противостоят очень серьезной силе. Дело в том, что в регион целый ряд стран сейчас перебрасывают свои войска, чтобы, по крайней мере, сдержать эскалацию конфликта. Вот сейчас в Израиле размещено уже двух с половиной тысяч американских морских пехотинцев. Они там не просто так. Мы видим, что Америка усиливает на Ближнем Востоке ПВО для своих баз. Мы видим, что идет очень серьезная подготовка к возможной не только воздушно-морской операции, но и для наземной операции именно силами Соединенных Штатов, в первую очередь. То есть, такого не было никогда за последние 15 лет. Концентрация сил такова, что при необходимости Соединенные Штаты и их союзники могут расправиться с любым государственным актором, а точнее терактором. Я имею в виду, в первую очередь Иран, конечно, но также и Ливан, в случае, если бы они решили вдруг провести свою операцию. Но вот мы видим, что в Газе операция на земле уже началась, а Иран, который грозился вмешаться в ситуацию, почему-то не реализует своих обещаний и угроз. Угроз вмешаться в ситуацию, если Израиль начнет наземную операцию в Газе. И это очень хорошее свидетельство тому, о чем я ранее говорил, что Иран на самом деле боится, он боится Соединенных Штатов. По крайней мере, так это выглядит сейчас. Да, мы видим, что Иран распространяет кадры того, как проходят его военные учения, причем масштабные, с участием вертолетов. Но это все, опять же, хорошо для телепропаганды. Но что в реальности? А в реальности Иран прекрасно понимает, что против Соединенных Штатов и их союзников ему не выстоит. Серия мощных ударов по Ирану теми силами, которые сейчас есть у Соединенных Штатов только одних в Средиземном море, повергнет военную и государственную машину Ирана в хаос. Потому что 500 томогавков, потому что два авианосца со 180 самолетами, большая часть из которых ударный, F-35, самолеты пятого поколения невидимки. И возможность нарастить эту группировку, в том числе и, кстати, за счет баз Соединенных Штатов в Иордании и в Ираке, возможность увеличить количество авиации, возможность для Соединенных Штатов массированной бомбардировки с стратегических бомбардировщиков. И не только B-52 и B-1 Биленсер, но и с бомбардировщиков типа B-2. С стелс-бомбардировщиков, которые ужас на крыльях ночи, которые не видны, опять же, на радарах, которые могут нести самые мощные в мире противобункерные бомбы, которые могут уничтожить любые подземные структуры Ирана. Вот это все Иран понимает. И он понимает, что у него нет шансов. И мы посмотрим по его действиям. Если вмешается, значит, он самоубийца. Впрочем, надо посмотреть, а как поведут себя, опять же, западные страны в этом случае. Но что-то мне подсказывает, что Иран сейчас не вмешается. А слово «ограниченная наземная операция», которая используется сейчас официально израильскими военными, это именно для Ирана. Чтобы сохранить Ирану лицо. Чтобы не вынуждать его терять это лицо в случае, если бы операция была бы объявлена масштабной, а Иран бы ничего сделать не смог бы. Или, наоборот, вынужден был бы сделать. Вот такая красивая политико-дипломатическая игра. Ну и, соответственно, я это к тому, что даже если Владимир Путин с Ираном и с Хамасом планирует что-то делать в регионе, нужно понимать, что силы Ирана, Хамас, Хезбаллы и Владимира Путина несопоставимы с тем, что сейчас сосредотачивают и наращивают в регионе западные союзники от Соединенных Штатов до Франции. Я уже не говорю про Израиль, который непосредственно ведет сейчас эту операцию и который, как мы знаем, готов стереть с лица земли при поддержке своих союзников. И Ливан, и, если понадобится, Иран, и любых прокси, которые попробуют вмешаться вот в эту игру. И доказательством этому мы видим является бесконечные кадры уничтожения подземной и наземной инфраструктуры боевиков в Газе. Друзья, спасибо за внимание. Я напоминаю, что мы продолжаем сбор на новую серию дронов Эдора и Вака для подразделения Константина Мельника в составе сил специальных операций Украины. Украина, которая продолжает вести свою экзистенциальную битву против зла, против террористического государства под названием Россия. Если вы хотите помочь бойцам, можно сделать это через ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Низкий поклон всем, кто помогает. Ваша помощь спасает жизни. До скорого. Продолжение следует...